После того, что произошло в Бахмуте, если ад, я не знаю, если может быть ад, то он там. Мы стреляли очень часто, было ночью даже стреляли, по-моему, за вторую стенку выбегали, даже за третью. Последнее время мы жили в подвале, мы не уходили, вышли только тогда, когда нас эвакуировали. За информацией военнослужащих, которые расположены на территории Бахмута, была информация про 10 местных жителей. В тесней співпраце с военнослужащими, из небезопасного места было эвакуировано 10 людей, жителей Бахмута, в том числе одна дитина 14-ти лет. Первый раз я вышел за месяц, наверное, за два, я вышел дальше подвала. И когда мы лезли через эти вот все обрушенные здания, когда я увидел свой дом, наконец-то, вот так, как я вижу сейчас, нет, места не узнать. Город мой не узнать. Там все обвалено, была куча землиностей, асфальта, окна повыбивало полностью, даже двери выбило. Там еще вот это, магазины тоже, там дыры были, стены даже были пробиты в квартирах. По нам прилетело три мины, где-то метров, ну от 10 до 20. Мы уже, как бы, научились калібры, мины были примерно 120-е, потому что взрывы были, как нас осколками не посекло, это просто чудо, наверное, Бог спас. Я наконец увидела, что стекла целы, свет увидела. Ну, я рада, что все спокойно, потому что не надо переживать, что надо куда-то побежать. Последнее лето перед войной. И я специально заснял все места. У нас очень красивый город был. Один из красивейших городов, зеленый, утопающий в грозах. И сейчас того города просто нет. Вот просто его нет. Когда активная фаза боевых действий уже приближается на километр-два до помешканья, то полицейские, ризикующие своим собственным життям, выезжают и вытягивают этих людей на более безопасные дылянки Донецкой области. Также военнослужбовцы, ризикующие своим життям, вытягивают людей и передают полиции. Продолжение следует...